Здравствуйте, дорогие зрители! Сейчас я вам расскажу об основах работы в программе Sony Vegas Pro 11. Итак, сразу скажу, в данном видео я не буду говорить о каких-то особых эффектах. Эффектах, то есть, просто расскажу о переходах, стыках, то есть, как их оформить, как разъединить видео и аудио, и как, собственно, разделить дорожку на две части. Итак, ну, начнем с того, что для работы с медиафайлами, для более удобного их поиска, открываем вот здесь во вкладках проводник, и уже ищем папки с вашими файлами. Все используемые файлы будут в вкладке «Медиафайлы проекта» вот здесь. Итак, чтобы разъединить аудио и видеодорожку, нажимаем вот эту клавишу. В таком случае они у нас временно разъединяются, и при повторном нажатии они снова соединяются. И перемещаются одновременно. Эта функция действует на все аудио-видеодорожки, относящиеся друг к другу. То есть, вот эта аудиодорожка из этого видео. Я в качестве примера взял свое видео последнее. И, то есть, аудиодорожка из этого видео. Поэтому при нажатии клавиши им повторном она соединяется именно с ним. Если я какую-то другую аудиодорожку возьму и сюда вставлю, то она не соединится. Опять же, есть способ другой разъединить аудио и видеодорожку. Это нажать клавишу U, то есть выделить какую-либо видеодорожку, нажать клавишу U. В русском трасслите это G на клавиатуре. И вот аудиодорожка отсоединилась. Так, теперь о том, как разрезать в определенном месте определенную дорожку, будь то видео или аудио. Просто переводим курсор в нужную точку и нажимаем S английскую. В русском транслите это Y. И, пожалуйста, дорожки разъединились. Если видео и аудиодорожка соединены между собой, они будут обе разделены в месте, в котором стоит курсор. Итак, видео и аудиодорожки также можно уменьшать или увеличивать как вам угодно с помощью курсора. То есть наводим на край с той или иной стороны, вот в начале или в конце дорожки. И зажимаем левую кнопку мыши и просто ведем. Укорачиваем, удлиняем, как нужно. Та же самая ситуация с аудиодорожкой. Вот, пожалуйста. Итак, чтобы сделать нарастание или затухание, самое простое. Переводим курсор в угол, верхний угол дорожки. То есть в начале или в конце, вне зависимости. Зажимаем также левую кнопку мыши и тянем. Вот, и в зависимости от того, насколько вот мы перетянули, столько будет длиться нарастание дорожки. Вот, ну и сделаю вот здесь вот нарастание звука, чтобы было более наглядно. Вот, и, собственно, зашло до оригинальной громкости. Чтобы убрать нарастание или затухание, просто так же переводим на вот этот краешек и ведем, зажав левую кнопку мыши, в то место, от которого он начинается или где заканчивается. Чтобы воспользоваться какими-то особыми переходами видео, в частности, переходим во вкладку «Переходы». Извините за тавтологию. И выбираем нужный нам вариант. Вот, допустим, вот этот момент видео. В этом моменте нам нужно сделать переход. Берем любой понравившийся, я в данном случае беру случайный, захватываем и перетаскиваем в нужное место, где у нас стык. Все, отпустили. Здесь вот в триммере высвечиваются свойства этого перехода. Вот о регулировке их я сейчас не буду рассказывать. Просто вот... Вот произошел переход. Ну, у меня, к сожалению, недостаточно производительности, чтобы все это отобразилось нормально на экране. Но, тем не менее, вот так вот. Так, ну, касаемо отдаления или приближения дорожек, то есть горизонтально это можно сделать с помощью вот этих кнопок «плюсы» и «минусы». Вот здесь написано масштаб времени, уменьшить, увеличить. Вот так вот, если нам надо, можно уменьшить, плюс, соответственно, увеличить. Или же, захватив вот этот курсор, вернее, ну, ползунок, мы можем его уменьшать. Тогда у нас будет увеличиваться масштаб. Если его увеличивать, соответственно, масштаб уменьшается. Так же и здесь. Вот. Или же можно это все делать колесиком, колесом мыши. То есть наводим вот на нужную дорожку, вернее, на параллель, горизонтальную или вертикальную, и как нам надо, регулируем. Чтобы добавить текст в дорожку, можете воспользоваться правой кнопкой мыши и нажать «Вставить текст и материал». Тогда у вас высвечивается настройка этого текста. Вот. И тогда уже вы здесь, как вам угодно, его редактируете. Все сразу же вот высвечивается на экране. Либо можете нажать на кнопку генератора мультимедиа, открыть папку Sony, и здесь вот эти три файла, как бы три раздела «Protite», «Titler», «Titles and Text» и «Устаревший текст Sony». А, ну это, я так понимаю, обычный. А, ну вот. То есть здесь разные варианты есть, можете использовать их также. Да, кажется, все рассказал. Что ж, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Я старался все самые основные моменты указать, разъяснить. Вот. Можете посмотреть другие мои видео на канале. Если вам интересно то, что я делаю, подписывайтесь. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова